Здравствуйте, меня зовут Александр, я из проекта Fashion, Fur & Leather. Мы в гостях у Николая, фабрика King Sobol. Приветствую, Николай. Привет. Как у вас дела? У нас это шикарно. Отлично, так держи. Мы же занимаемся соболем. Однозначно. Вот как раз эта тема нам интересна. Расскажите, как, в принципе, меха сейчас продаются? Ну, что касается соболем и куницы, все продается хорошо. Скажем, будем все лучше. И я не могу сказать за всех, я могу сказать только про свое предприятие, но вы, наверное, не об этом хотели меня сегодня спросить. Да. Интересные тенденции, перспективы этого бизнеса. Ну, в общем, если вкратце ответить на ваш вопрос, то те, кто хорошо работает, у них никогда не будет проблем ни с количеством заказов, ни с количеством продаж. Потому что, в целом, ну, наше узкое направление это меха соболя и куницы, ну, оно никогда не иссякнет, поскольку этот продукт является продуктом премиум-класса. что касается рынка, в целом, и там, как, скажем, дела у конкурентов, которых я не знаю никого и вряд ли кто поменял. Я надеюсь, что у них все хорошо. Я надеюсь, что они прекращают заниматься колхозом и все-таки начинают уже каким-то образом поднимать имидж российского бизнеса, да, в производстве и продаже шубы соболя, ну, по сравнению с тем, как это выглядело, допустим, несколько лет назад. Да. Я не знаю, с чем связано, может быть, ну, потому что люди слишком давно этим занимаются, да, и у них уже какие-то остались вот эти вот стереотипы, по которым они работают, по которым выработаны у них годами. вот, но то, что наш бизнес выглядит мрачно по сравнению с тем, как он, ну, построен за границей, да, это факт. Вот. Наверное, нет ни одного какого-то вот российского бренда, в кавычках, мехового, ну, которым бы, там, гордились на Западе, да, и какая-нибудь известная, может быть, актриса купил бы шубу и с радостью бы прокомментировал, я купил эту шубу в Хингсов. У вас есть все шансы, судя по тому, что… Мы стремимся. Мы стремимся. Мы работаем, на самом деле, за границей очень активно. Мы не стараемся туда продать больше, мы все равно работаем на российских рынках, мы в этом заинтересованы. Ну, тут как бы не речь о патриотизме, да, ну, просто нравится работать здесь. Хочется, чтобы с гордостью все-таки смотреть, да, на производство, собственно, шубы из меха, которые, ну, по сути, только просиливаются. Туда он, ну, попадает сами, знаете, как аукционы, там, через сумки, вот, в багажном отделении самолета. Ну, в общем, там… Ну, не могу сказать, что, знаете, так все плохо, вот, производство в России очень сильное, то есть, остались действительно реально серьезные мастера, профессионалы своего дела, вот, но речь, я так понимаю, об имиджах, да? Вот, ну, вот, вы сами так видите, вы все-таки путешествуете очень часто, вы посещаете выставки Мехавэ, как вот мы на фоне запада? Ну, если речь конфетна о вас, то впечатление весьма положительное. То есть, вы близки к тому, я вам сказал, может, где-то и вровень с тем, как работают иностранные партнеры. Действительно, у нас есть недоработка, и это, наверное, издержки советских времен, что ли, да? Во многом наши производители где-то хромают. Да. Кто ваш клиент? Девушки, в основном. Женщины. Отечество. А, или брат, в принципе. Приезжают ли к вам иностранцы каким-то образом, попадают ли? Мы с ними работаем дистанционно. Ну, у нас есть… Через интернет-магазин, что ли? Интернет-магазин мы только запускаем. Дело в том, что продажа шубы, да, ну, какой-то конкретной, это один момент, то есть, ну, мы можем ее продать без проблем, быстрый счет и там отправим в эту шубу. А другое дело, когда речь идет об индивидуальной пошиве. Вот здесь интересно. То есть, вы индивидуальный пошив тоже? Конечно. С иностранцами, да. И это очень интересно. Это реально дистанционно? Да. Ну, у нас есть бланки определенные, да, тех параметров, которые нам необходимы для производства. У нас есть люди очень талантливые, менеджеры, которые умеют найти контакт. Потому что знание языка – это, ну, неопределяющий факт того, что вы сможете договориться с человеком. Здесь именно вот нужны профессионалы, если это предприятие, да, во всех областях. То есть, это не только как пошив, но это, безусловно, и администрирование все предприятия, и продажи. То есть, и там, у нас есть люди, которые там занимаются нашим сайтом, там, технической поддержкой и продвижением. То есть, ну, понимаете, вот, если собрать вот такую хорошую команду, да, то предприятие будет работать на любом уровне, не только России, но и за рубежом легко, используя Google Переводчик. Насколько сложно работать с Мехом, с Оголем? Ну, я не знаю. Я с ним не работаю. С ним работают профессионалы, те люди, которые трудятся на нашей компании. И, ну, иногда мы видим, что им тяжеловато, но мне кажется, это чисто физическая усталость. То есть, здесь нет такого, что мастер не косячит, из-за того, что, ну, он плохой мастер. У нас такие люди не работают. Были ли мысли о том, может быть, с другим видом Меха поработать параллельно? Или вы исключительно специализируетесь и… Мы не добили еще тему с Оголем Кунисом. Вы знаете, то есть, мы хоть и делаем хорошо, ну, как я считаю, мы стараемся. Мы не достигли еще, наверное, какого-то уровня, чтобы вот сесть, сказать, что, ну, здесь мы уже все знаем, ребят, что там у нас по норке. Вот. Пока вот с Оголем разберемся с Кунисом. Где вы берете? По публикации или как? Это коммерческая тайна. Аукцион? Или все-таки? Это тоже тайна. Коммерческая. Не знаю. Может быть, у вас своя ферма, в конце концов? Может быть, у нас партнерская организация, которая с заготовок занимается для нас. Все может быть. Конечно, этим занимаются люди, которые в этом разбираются очень хорошо. Я туда не лезу. Вот. Я занимаюсь тем, чем я могу хорошо заниматься. Это организация и вообще просто процесс. На этом как будет? Вы оценили свою ценовую категорию в сравнении с конкурентами? Насколько конкурентоспособны в части цены и качества заработка? Ну, вы знаете, в целом есть определенный уровень у предприятий такого рода, как наш. Да? То есть это, ну, такие современные ателье. Современные ателье, которые могут обеспечить конкурентоспособную цену, да? Относительно, ну, каких-то вот бутиков, которые там в золоте, в бриллиантов, с полными оборотами, решетками и прочее. То есть у нас есть вот цена, да? И которая у нас и у других предприятий такого же плана. И мы, в принципе, держимся вот в определенной, ну, вот в этом, как сказать, промежутке, да? Вот и до. Вот. И с каждым годом, ну, естественно, цена возрастает, потому что растет себестоимость меха. Чем там условно, я не знаю. Это, наверное, уже надо поставщиков спросить. Будет видимо инфляция, да? Если они думают об этом или считают, что вряд ли. Вот. И все-таки спрос и предложение, оно более? Ну, спрос, безусловно, есть. По-другому не было бы продукта, да? То есть навязать потребителю такое дорогое изделие, да, как шубу из Соболя, не получится. Оно должно реально чего-то стоить. То есть это не просто вещь. Это вещь с очень высокой себестоимостью и с очень, знаете, как, трудоемким вообще процессом изначально добычи, да, и уже выпуск готового изделия. Исходя из Ваших слов, Вы имеете отношение к добыче? Ну, косвенно, да, конечно. Хорошо. Как Вы смотрите на маркировку мехов? Есть такая проблема насущная, она немножко смущает? Вот Вы сказали «проблема», и Вы же не только с нами общаетесь. То есть Вы, в принципе, в этой теме крутитесь достаточно давно. И пока вот эта в кавычках «проблема» будет у нас на устах, ну, наверное, она так и останется проблемой. Проект, который был запущен, ну, видимо, он был запущен во благо для того, чтобы защитить отечественного производителя, наверное, от себя самого. Вот. И, ну, наверное, как-то более-менее систематизировать вот этот процесс, да, производства либо там импорта продукции. Проект сложный в плане того, что, к сожалению, эта система, она не работает вот в каком-то определенном формате, в какой-то определенной одной программе, по каким-то определенным, ну, не знаю, там, позициям, да, для того, чтобы вот человеку, не сильно разбирающемуся в технике, да, если это, ну, небольшое ателье, вот, которое только-только открылись, они еще не в теме. И, может быть, люди там, ну, не совсем, они хорошо шьют, все здорово, ну, не разбираются в компьютерах, да. Непонятно. То есть реально, ну, люди мучаются, да, потому что не работают. Вот. Потому что там нужно заплатить, нужно что-то купить, приобрести какой-то продукт. В итоге вот у тебя вот куча вот этого всего, и ты все равно нанимаешь какого-то посредника, для того, чтобы, ну, этот проект как-то у тебя заработал, чтобы просто ты по закону работал. Вот. И это, конечно, финансовая нагрузка, которая, естественно, отражается на... Ну, это ложится на плечи, как видите, так или иначе. К сожалению. Потому что, опять же, растет 70%. Каковы ощущения в части, ну, в сравнении прошлые года, текущий год, вот, насколько продажи увеличились, упали? Ну, мы с вами в начале беседы говорили о том, что в целом продажа меха, ну, с каждым годом растет. Ну, на наше предприятие тоже сказывается, да, у нас продажи растут с каждым годом лично. Может быть, потому что мы такие молодцы. Может быть, потому что, ну, спрос, он, ну, превышает продажи. Я, конечно, естественно, думаю о том, что мы молодцы. Вот. Потому что, ну, хочется ввести объективную оценку своих трудов. Да. Это довольны заказчики, и это большой поток этих заказчиков. Чтобы, ну, было с чем работать. Бываете ли вы на выставках международных участвуете ли? Угу. Я один раз ввезел на Мосфур. Я не знаю, есть такой? Не фур. Не фур. Не, не. У нас не Москва. А, Москва, Москва. Вот. Мы туда зашли и, ну, короче, мы заходим и просто видим тех людей, с которыми мы работаем. Это все. Ну, так посмотрели друг на друга, увидели пару сумасшедших клиентов, которые, мы видим, случайно туда попали и не знали, как оттуда выйти. Вот. Ну, собственно, это. Мое посещение выставок закончилось. Ну, у нас не работает это, видимо, в России. Ну, если я правильно понимаю. Нет того, чем вы гордились, ну, все во всем мире там, восхищались какой-то компанией, мечтали приобрести шубу именно этого бренда. Понимаете? Поэтому, какая выставка, ребята, о чем речь-то? Чего вы выставлять-то хотите? Вот. Сначала нужно заработать имя. Для того, чтобы заработать имя, нужно заработать себе правильный имидж, деловой, во-первых, да? Ну, при общении с клиентами. Потому что, ну, мы знаем, как многие меховщики общаются с клиентами. Мы понимаем, что это бедные люди. Они просто захотят и они реально уже через две минуты ищут выход, но им не дают этого. На них начинают мерить все подряд, говорят, что вам красиво, вам так идет. В итоге человек, ну, уже когда все понимают, что они не купят, делают такое лицо, что человеку не время отнял. И у людей остаток, они, ну, как-то не понимают, как так. Мы зашли померить изделие, оно мне понравилось, мы ушли, и все. А здесь, ну, идет именно очень серьезное такое психологическое правило. И так, ну, надо уходить. Опять же, надо уходить от того, что, ну, это, наверное, больше обращение к мастерам. Разного уровня. Потому что все же думают, ну, что в Италии, в Греции, вы знаете, мастер приходит на работу, там, скидывает себя в пиджак-брионе. И он вот такой вот в белой рубашке начинает вот раскладывать шкуры. Вот. А у нас это вот, ну, Вася там, когда отучился в училке, там, два года пил, потом его взяли на предприятие. Ну, такой, в домашних шортах пришел, начинает вот работать смех. Люди видят это. Люди думают, что оно вот так вот и происходит, что там вот так, а у нас вот так вот. Такой имидж на себя заработает. От этого тоже надо уходить. Должна быть культура во всем. В продажах и, безусловно, в производстве. То есть это правильное оборудование помещения. Это профессиональное оборудование, профессиональный материал. Не нужно этому тонуть. Это не так дорого стоит, да, если так разобраться. Ну, если... Какие вы материалы? Вы используете его в процессе изготовления? Ну, иголки. Я к тому отечественное производство. Тольят. Мы используем тольятскую продукцию, потому что она качественная. У нас нет отечественных производителей. У нас из Китая, которую мы не можем использовать. Потому что мы не можем потом дать гарантию на эту шубу. А сейчас у вас гарантия есть? У вас это было. Ну, гарантия год на пошив. Гарантия по ГОСТу, на Мехособоль, которая сертифицирована. Ну, все просто, ничего такого. Ну, не было случая, когда пришел человек 4 года назад, отшив шубу, и что-то в ней, ну, случилось, да, там, какой-то дефект. И мы это устранили, и там, содрали человек. Если мы видим, что это, возможно, была какая-то ошибка конструктива в какой-то период, мы это исправим, даже ничего не скажем. Ничего не возьмем. И бесплатно еще почистим шубу. У вас есть такая услуга? Химчистка. Не химический чистка, но чистка. Да, мы все свои изделия, наши компании чистим бесплатно. Первый год. Для всех клиентов. Не знаю, зачем, но мы это делаем. Это не маркетинг какой-то. Просто хочется сделать человеку приятным. Почему нет? Мы все время там заработаем на этой шубе. Какая разница, когда это случилось? Расскажите о том, какова у вас себестоимость, что вы изделие, насколько она в процентном соотношении... Ну, то есть, если я правильно понимаю, вы хотите узнать, сколько стоит шуба и соболь? Да? Реально со всеми ее запературами. Когда-то бытовало, не то что мнение, а такой лозунг, и под ним очень многие продавали свою шубу, пытались продать там, соболь за 300, и сейчас вот, ну, 300 тысяч, буквально. И сейчас почему-то есть такие клиенты, которые ищут соболь за 300. Такого соболь не бывает. За 300, да? Ну, если речь идет о более-менее полноценной шубе, о которой там что-то как-то закроют, если это не жилет, если это все-таки шубы, собы, да? Потому что есть цена, за которую продал эти шкуры охотник, есть цена, за которую поставщик эти шкуры выделал, заплатил за это деньги, ну, понес финансовую нагрузку, да? Есть его прибыль, да? Потом есть прибыль аукциона, а потом наша. Понимается, да? Не бывает с собой запист. Ну, это миф. Поэтому себестоимость шубы в среднем сейчас стартует от, ну, 450 тысяч рублей. Это при каком количестве шкур? И что это в итоге? Ну, в среднем изделии порядка, там, тридцати, не знаю, пяти шкур, тридцати-шести, где-то так. Это с учетом, там, зарплаты мастерам, там, всех материалов и прочих нагрузок, включая налогов. То есть это итоговая стоимость все-таки? Или себестоимость? Себестоимость, конечно, да. Ну, это реально вот дешевле не получится. Ну, получится, если ты там сам насторел с Соболей, и где-то там сшил у кого-то, у участников, на квартире, в дому, что не очень хорошо. Как вы относитесь к металлизации, допустим, Соболя, ну, вот, окрашением, что ли, ну, вот, в принципе, любой такой вот обработки такого рода? Ну, металлизацией, наверное... Используете ли вы этот процесс? Ну, мы ничего этого не делаем, естественно, потому что мы этим не занимаемся, этим занимается поставщик, ну, то есть у нас есть набор, с которым мы работаем, да, он может быть металлизированный, может быть окрашенный, и, по сути, нас это не касается. А по ощущениям спрос на какие изделия в большей степени Ваши ощущения? Ну, я могу точно сказать, что именно подъем продаж и реализации, да, шкур Соболин в шубах или в наборах обеспечил это невык, безусловно. Потому что, как бы это не звучало, но шубы стали выглядеть более-менее нормально после того, как их выровняли по цвету. Плохого в этом я ничего не вижу. Потому что, какой бы там ценитель не был, не знаю, натурального меха, ну, ведь клиента, да, и как бы там, ну вот, не хотелось бы, чтобы шуба была абсолютно натуральная, все равно хочется, чтобы шуба выглядела поровно. Ну, я про цвет, да, чтобы, ну, ничего нигде там не попадало. Хотя все понимают, что это дикий миг, безусловно. Ну, большая часть клиентов хотят, чтобы шуба выглядела нормально, поэтому в тренировке ничего плохого я не вижу, особенно в качественной. вот, и, дай Бог, ну, будь натуральный, будем работать с натуральными. Какие правы не соберем? Насколько клиент разбирается в каких-то изделиях? Вот, зайдите в интернет, попробуйте что-то узнать, да, и на один вопрос нормальный будет десять идиотских ответов. Потому что нет, ну, какого-то нормального понимания, да, что такое сиболиный мех. Вот, а есть куча стереотипов, ну, там, типа, баргузин, там, седой-неседой, там, крашеный, не знаю, клеточный, ну, в общем, куча вот этих вот слов, которые, ну, которые люди употребляют, да, и они в это что-то вкладывают. Вот, при этом очень многое в это вкладывают те люди, которые продают мех, ну, я имею ввиду, ну, другие предприятия, да, почему-то вот, ну, нет какого-то общего понятия, да, понятия цвета нормального, понятия седины, и прямой зависимости цены, да, от вот этих вот критериев. Вот, у всех вот, ну, кто как хочет продает, я имею ввиду. И никого, мне кажется, это даже не волнует. То есть, ну, почему-то считается, что там, типа, я не знаю, аукционами лучше. Ну, человек какой-то, какой-то либо другой набор, да, который, допустим, очень грамотный человек, который с замечательным, там, образованием не в России, который занимался выделкой не в России, да, а у него есть конеческая выделка, он делает прекраснейший просто набор, его идеального качества, отдает его производителю, вот. И вот если два этих набора есть, типа, один аукционный, а вот этот, типа, не аукционный, ну, клиент выберет аукционный. Ну, потому что это у всех на слуху и почему-то считается, что круто аукционный. Я не знаю, наверное, мы не участвуем. В этой теме просто можно разобраться там попозже, там, когда мы подрастем, когда уже вот, ну, можно будет не касаться там деталей, да, производства, и уже там залезть на аукцион. Посмотреть, в чём-нибудь там интересно, поймёт эту кухню. Я думаю, что всё-таки аукцион, он больше сделан не для России. Ну, мы не должны там покупать её. Ну, это дядь из Павличии, да? Аукцион, единственное в мире, у нас в Киеве находится. Да, но вот там покупают иностранцы? Да, ну, греки, я не знаю. А вот зачем? Что за ерунда такая? Вот стрим-меник. Это же наш продукт, понимаете, да? И мы поедем покупать его по завышенной цене для того, чтобы шить шубу, для того, чтобы клиенту сказать, что это аукционный. Да вы возьмите две шубы, не знаю, плохую шубу и ставите. Хорошую всегда видно, хорошую шкуру всегда видно или плохую. Это же, ну, очевидный факт даже для неосведомлённого клиента, когда он просто потрогает, посмотрит. У нас открытая кухня, пожалуйста. У нас любой клиент может зайти в любой цех, посмотреть, как идёт процесс, посмотреть, на каком этапе строится его шуб. Вообще, пожалуйста, мы ничего не скрывали. Скоро, может быть, даже отснимем там несколько роликов по своему производству, по процессу. Будет очень интересно почитать комментарий, что же там не так. Понимаете? Обратная связь. Особенно от людей, которые у нас работали. Может быть, у вас есть мысли, всё-таки ориентир на опт, некие выходители или группы? Не знаю, я думал об этом. Ну, опт, ну, это умеренное количество шуб, понятное дело. Я с удовольствием отшил бы какому-нибудь очень-очень хорошему бренду. Коллекцию. Кто у вас дизайнер? Нет дизайнера. Нет дизайнера. У нас дизайнеры, это каждый человек, который пришёл, надо купить шубу. Он заканчивается. Да, то есть мы общаемся долго, пока мы не поймём, что человек выбирает то, что хочет. Та шуба, которая ему нужна. Не важно, сколько мы там корректировок потом внесём, если мы передумаем. А у нас дизайнеры, это наш потребитель. Если касается шубы, которую мы шьём на продажу, то мы шьём очень простые шубы. Мы вообще ничего не стараемся там как-то приукрасить. Я считаю, что Мех Соболи вообще никак не надо приукрашивать. Это классический модель. Ну, в каких-то там средних размерах, которые, возможно, кому-то понравятся. Расскажите прикол. Ну, не знаю, вы вообще ездили кого-нибудь из, ну, там, не знаю, производителей, неховщиков? Ну, скажите, чуть-чуть прикольно. Или ваше впечатление вообще о том, вот как там ребята работают? Ну, просто не знаете кого-нибудь, интересно прослушать из источников проекта. По ощущению, всё-таки деятельность такая более-менее серьёзная, прям сильных приколов вряд ли там особо наблюдают. Серьёзные потому что деньги большие, ответственность большая? Я думаю, это и другое, наверное, всё вместе формирует. Может, там кто-то проговорился о чём-то. А между собой похожи наше производство и другие производства? Ну, какая-то всё равно есть выстроенная? Голос за кадром – это Евгений, да, это наш менеджер. Спасибо. Человек, который занимается, ну, собственно, всем, что связано с маркетингом нашей компании. Жень, твой вопрос какой? Мне просто интересно, вот наше производство, да, со стороны, как специалисты от вас, и другие производства вообще есть? Вот какое-то общее, ну, даже вот организация, ещё что-то. Ну, есть же какие-то общие критерии, по которым мы строим? Сильную такую организацию вашу я не знаю. Ну, нет, вот поверхность. Ну, вы какой-то… В целом визуальном? Да, да, да. Там цеха, ещё что-то. Нет, у вас такой необычный подход, я вижу, да. Единственное, что может связывать, это, наверное, тема меха с ОБР, на этом случае. Ну, то есть у каждой, как хочет, так и делает. Да, у вас очень необычная структура организации, такой эксклюзивный подход. Антураж, да? То есть кто-то в этом есть, и этим можно брать. А вот изнутри, если посмотреть, вот скорняжный цех, там, ну, вы же видели… Надо прогуляться глубже. А я уже… Нет, ну, конечно, могу сказать, что все работают, если нормальный производитель, у них у всех будет… Специфика одна, в принципе, да? Нет, подожди. Технология производства – это процесс, да, который нельзя нарушать. Это уже правила, какие-то появившиеся. Нет, многие же нарушают, все равно. Ну, мы не будем о них говорить, да, есть технология. Отработанная. Да. Если велосипед придумали самостоятельно, хотя поэтапно можно где-то там… Улучшить всегда можно. Да, я вот про это и говорю. То есть, может… А, вы думаете, вы… Необычные… Думаешь, нам сейчас секреты… Извините, нет, нет. Мне просто интересно. Нет, нет, нет. Я боюсь, что нет. Если в плане того, как это все выглядит, да? Да. Вот это вот. Я знаю, что у нас выглядит иначе, чем у нас. Необычно. Очень необычно. Иначе. И это заметно, да, в принципе? Новая вводная какая-то в подходе. Ну да, если из простого, допустим, мы мастеров переучили там на работу под светодиодными освещениями. Качественными. Потому что все раньше работали под этими лампами. Вот у них уже привычка осталась, они работали, под ними делали подборки. Это реминистентные, да? Да, да. Ну и мы сделали свет, который нужен для подборки. Качественной подборки. Мы потом увидели в результате. Реально не выйдет. Мы не корректируем шубу. То есть шубу смонтировали, да. Мы сами, как администраторы, мы на нее смотрим. Мы увидим, что это очень грамотная подборка. Что еще из нововведений вы используете? Слободный график. Мы никого не привязываем. У нас есть объем работы, да. И ребята знают, что они должны это сделать. Они сами знают. Не потому что их заставляют, а потому что они такие. Вот. И они могут прийти во сколько угодно, идти во сколько угодно. Двери всегда открыты. Ну, не открыты. У всех есть ключи. Важно отработать в конечный срок. Нужен результат. Да. Нужен результат. Мы, ну, предварительно, конечно, согласуем какие-то даты, когда у нас там приметки или, скажем, сдача шуба. И, ну, пока все это... Ну, хватит, конечно, за лаву, да. Ну, когда есть действительно очень большой поток клиентов. И хочется, конечно, сделать всем там дню рождения к Новому году, да. То есть мы привязаны к каким-то датам. Это немножко нарушает наш график. Вот. Ну, в целом все очень адекватно к этому относятся. И можно и переработать, ничего страшного. Состоители в каких-либо союзах, организациях, которые как-то содействуют? Нет. Вы знаете, у меня была такая мысль, такое желание, ну, какое-то такое наивное, наверное, да, объединиться союзом среди производителей нашего уровня. Да, то есть, ну, небольших предприятий. Но, углубившись, так сказать, в этот вопрос, я был разочарован. То есть, ну, я понимаю, что 99, да, процентов тех людей, которые являются нам, ну, конкурентами, ну, частью рынка нашего, я говорю, что мне не нравится как люди, не нравится их подход. Вот. Может быть, он и правильный, да, ну, по каких-то понятиям там их или по понятиям мехового бизнеса, вот. Ну, я понимаю, что контакта не будет. Вот. Есть одно предприятие, с которым мы сотрудничаем плотно. Есть бутик в Москве, с которым мы сотрудничаем. Это часть этого предприятия. И, ну, там, знаете, там больше дружба. Потому что мы, ну, как-то близки по духу, по своим взглядам. Мы видим перспективу, мы не стоим на месте. Вот. А с остальными не получилось. И я думаю, что, ну, если кто-то в будущем появится, будет здоровым. Будем общаться. Я только за. У нас нет задачи, там, у кого-то утащить клиента, притащить его к себе и сделать нашу. Ну, он сам придет. Ну, или не придет. Кто-то знает. Вот. Ну, просто нравится то, чем мы занимаемся. И мы на этом, на самом деле, неплохо срабатываем. Поэтому мы и доволен. Вот. Естественно, это, ну, определяющий факт. Да, изначально, заходя в этот бизнес, заработать деньги. Ну, мы зарабатываем столько, сколько надо. Все. что государственная поддержка, может быть, какая-то есть программа? Нет. Все смысл. Нет. Ничего не. Ну, не то, чтобы самостоятельно. Ну, анархия. Понимаете? То есть, и нет курирующего органа. Но он есть. Это союз меховщиков. Очень неплохо. Да. Ну, я даже, видите, неправильно называю. Ну, пусть они меня простят. Потому что они мне не позвонили за эти пять лет. Ну, или там даже имейл никто мне не писал о том, что, ребята, пожалуйста, у нас есть союз, в который можете ступить. Если у вас будут какие-то проблемы, мы обязательно поможем. Такого не было. То есть, когда я вдруг захотел узнать об этом вопросе более подробно, ну, в глаза бросается только взнос. Взносы. Какая от этого отдача, я не понимаю. Ну, может быть, это выходы там на какие-то рынки. Но, вы знаете, нам еще здесь надо реально освоиться. Вот. И поработать с теми потребителями, которых очень много, которые ждут, пока там появятся какие-то зеленые цвета. Да. И мы сделаем их шут. То есть, ну, когда вот мы поймем, что что-то как-то нужна помощь, поддержка, наверное, и обратимся. А так, даже когда были проблемы, обратиться к ним, все, приходится разговаривать с вами. То есть, элементарно, даже когда ввели эту систему маркировки, да, я не помню, было у них это на портале или нет. Ну, может быть, инструкция была, да. Но никто не сделал грамотную, там, в видеоинструкцию, что было бы более понятно, да, пошагово, чтобы вступить, выйти из сроков, да, вступления в маркировку и работать по закону. Что, в принципе, и надо делать, да, работать по закону. Потому что нас обязательно. Никто не обеспечивает. Что за союз? Не знаю. Может быть, просто у них какие-то другие взгляды. Может, они больше, там, нацелены на какие-то оптовые реализации, да, или, там, а знаете как, на бизнес меховой в целом. Вот. Но бизнес меховой в целом состоит из нашего предприятия в том числе. Ну, у меня такое мнение. Может быть, мне звонили, я только просто не понял, а они обиделись. Ну, посмотрим. Мне кажется, просто, вы знаете, идет какой-то переломный момент, да, вот в ближайшие несколько лет, может быть, десятилетия, что-то произойдет очень хорошее и правильное в сторону систематизации производства, легализации предприятия. Потому что, несмотря на вот эти нововведения, ну, все равно очень многие работают в черном. Не знаю, почему мы к ним еще не пришли. Вот, честно. Так они работают не просто в черном, потому что их там маркировки нет, а потому что они не выполняют своих обязательств перед клиентом. И они обижают клиенту, да, клиент потом не закатывает. Каждая вторая девушка приходит и говорит, ну, вы знаете, у меня был печальный опыт. Мы понимаем, что она говорит, конечно, «по шею в шуху». Вот. Ну, они так действительно говорят. И нам очень грустно это слышать. Потому что мы понимаем, что мы не можем сейчас начать делать диалог о том, что мы будем шить вам шубу, да. А нам, ну, нужно как-то показать, что все будет хорошо. Не переживайте. Люди работают. Шубы шьются. Там, чьи-то шубы сдается, да. Приходит пример, что все это происходит вживую. На это можно посмотреть. Вот. То есть надо приходится переубеждать. Даже, знаете, просто для того, чтобы как-то вот отбелить вот это вот свое имя, ну, ателье, да, или производитель, или понятие индивидуальное прошивку, что работая с профессионалами, все будет нормально. То есть даже если что-то прошло не так, всегда выруют. И все останутся довольны на выходе. То есть добьются результата. Считаете ли вы себя профессионалом на данном этапе? Ну, я считаю, что, ну, себя, конечно, я не отношу к профессионалам к производству, но те ребята, которые у нас работают, да, это профессионалы. Их сменилось очень много. И отбор был жесткий. Вот. Это люди просто, которые прошли, ну, огонь, медный трубок. Вот. Это люди, которые не спали ночами, потвердые три ночи, не спали, да, жили здесь для того, чтобы сделать, там, изделие к сроку, подготовить полностью. Потому что они ответственные. Ну, наверное, поэтому они здесь и работают. И я считаю, что очень неплохо зарабатывают. И я очень надеюсь, что они будут зарабатывать еще больше. Потому что мне будет приятно. Николай, расскажите, если, к примеру, я надумаю заниматься мехом с корняжным мастерством, могу ли я этому обучиться у вас? Сколько у вас специалистов профессионалов получил? Ну, у нас ребята, которые работают, они с образованием. И с очень серьезной школой. которые до работы на нашем предприятии, они прошли. И к нам бы, конечно, может прийти в будущем. Потому что мы обязательно организуем какой-то небольшой институт для тех ребят, которые действительно хотят заниматься, ну, мехом. Мы, наверное, все-таки будем их учить, конечно, по работе с Соболем, Куницы. То есть, ну, это, в любом случае, какие-то люди даже с нами. То есть, мы можем повысить их квалификацию для того, чтобы в будущем обеспечить себе, ну, рост в плане производства. Но если вы, допустим, захотите обучиться, работать смех официально на государственном уровне, да, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Потому что нет институтов, школ, которые обучают, не знаю, специалистов, скорняков. Ну, можете просто загуглить, и вряд ли вы что-то найдете толковое, да. То есть, ну, кто-то кому-то передает свой опыт, кто-то где-то там что-то увидел на производстве, пригласили по работе, да, для себя что-то почерпали. Но каких-то правил, да, технологии вот именно проверенные, там, запатентованные, ну, по крайней мере, одинаковые, да, для работы, там, с тем или иным мехом, или вообще в целом какие-то навыки и азы, официально вас никто не научит. Что очень печально, потому что профессия, ну, она не то, чтобы умерла, она, причем востребовала, на самом деле, ну, она как-то вот ушла, видимо, из моды, может быть, не знаю, по каким причинам. Скорняки неплохо зарабатывают, но это реально мастерапы, которые зарабатывают хорошие деньги. Почему в этом не увидели перспективы, там, многие молодые люди, ну, я не знаю. Может быть, не такая сильная информационная политика, да, там, государство, поддержка в том, что, ну, нужно в этом бизнесе быть и заниматься этим, что это здорово, перспективно. Николай, возможно, вы хотели бы какое-то послание коллегам сформировать, не знаю, по взаимодействию, по налаживанию ситуации? Ой, я только за. И, ну, может быть, звучать оно будет как-то коряво, да, и основываясь на наших принципах, принципах работы, я желаю всем как-то приблизиться все-таки к красоте, к эстетике, в том, чем они занимаются. Потому что наши коллеги, и партнеры, и конкуренты, я не знаю, называйте как хотите, все-таки занимаются изделиями из очень красивого меха, и на выходе все это должно оборачиваться не просто красивой и качественной шубой, но и качественным сервисом, ну и какими-то такими сопутствующими моментами, которыми они обеспечат себе и нам в целом, ну, правильный деловой имидж на этом рынке. Почему? Каким развитие видите отрасли в целом? Ну, если будем работать, если все перестанут, ну, как-то зацикливаться на том, что они делают свое дело лучше всех, а продолжат стремиться, ну, в будущем, да, в качество к другому, там, не знаю, ты хуй знаю. Можно запить. Какое я вижу развитие? Будем работать? Пусть все здесь. Плохо будем работать? Хуй у всех. Либо останемся без работы. Будем голодны. Би человека. Нормальное дело нормально будет. Благодарю за приятное дело. Приятно было бы общаться с вами. Спасибо. Спасибо, Александр. Приходите к нам. Успешного бизнеса и деятельности. Спасибо. С удовольствием зайдусь. Всего доброго. Приятная атмосфера. Спасибо. Спасибо. Спасибо.